Всем здарова, с вами Нормалик. Сегодня у нас случайные игры на моем планшете. Буду крутить, как обычно, выбирать пальчиком. Давайте теперь не просто выбираю, а вот кручу и просто палец ставлю на экран, какая игра выпадет. Играем 5 минут и потом меняем игру. Каждые 5 минут новая игра у нас будет. Садитесь, будет много интересных игр. Берите что-нибудь, покушайте и поехали. Начинаем. Закрываем глаза, крутим вниз и вот я палец ставлю куда-то вот сюда. Открываю глаза. Это Hello Kitty, ребята. Новая игра, кстати, не играл. Hello Kitty, госпиталь. Мы будем лечить тут всех. Ну давайте, начнем с этой игры. Первая выпала, надо поиграть 5 минут и потом дальше. Может быть, выпадет крутая игра, конечно, Майнкрафт может выпасть. Там Brawl Stars, у меня 300 игр там, ребята. Это что? Давайте. У нас правила такие, надо поиграть мне. Так, ну что, 50 монет, мы больше ничего выбрать не можем. Выбираем первого персонажа. Хорошо, выбрали. Hello Kitty, что дальше? Что с тобой делать? Так, нажал play, что это? Давайте играть. Мы, наверное, будем лечить кого-то, да? Так, нажать. Подождите, здесь ничего нельзя нажать. Не понял я. Что за игра вообще? Заходишь в нее и вообще нельзя поиграть ни во что, пока не заплачешь. Ну-ка. Что-то я не понял. Play. Так. Сюда, наверное. Так, заходи. А что делать вообще в этой игре? Ну вот. А, надо было пациентку взять, что ли, выбрать. Вот. Выбрал ее. Погнали лечить ее. Да, походу, так надо было делать. Видите, не знал я. Play, что это? Давай, давай, давай. Иди геймплей. Так, что надо делать? Не понял. А, надо... Я понял. Это у нас X-Ray, что по-русски рентген переводится. Сделали рентген мишки какого-то, да? И нам надо все правильно сделать и найти, что у него сломано. Рука правая сломана. А, нет, рука вот она. Ничего не сломано. Он полностью здоров. Вывод, рентген не стоило делать. Рентген же это радиация, вы знаете, да? И любая радиация, она вредна для нас. Даже если рентген, он там буквально 5 секунд делается. Это тоже большая доза радиации. И в конечном итоге на нас это может сказаться когда-нибудь. Хотя, я думаю, ничего страшного. Это один раз всего лишь. Так, теперь надо переодеть ее. Ну, что, давайте. Ну, какая-то игра непонятна. Госпиталь. Нам говорят теперь переодеться. Чего? Да я лечить людей хочу. А мне не дают. Что мне делать? Давайте назад, что ли? Ужасная игра какая-то. Я даже 5 минут не могу в нее играть. Ну, как можно было такую игру делать? О, мусор собирать. Вот это интересно. Тихо. Так, бутылка. Бутылка сюда. Бутылка сюда. Молоко тоже сюда. Не, молоко считается мусором. Так, вот эта фигня тоже мусор. Бутылка пустая. Так, банан сюда. Огрызок яблока сюда. Это что такое? Не знаю. Это тоже сюда. Яйцо почему-то туда. А, ну все правильно. Яйцо туда. Все сделали. Ладно, 5 минут я не осилю. Идем дальше. Закрываем глазки. Крутим вверх. И ставим палец. Фрифайр, ребята. Фрифайр играем. Ну, как выпало, так выпало. Давайте. Надеюсь, она не будет обновляться 500 лет. Сурвайфби последним человеком, который останется в жизни. Ну что ж, в кабине 48 игроков. Давайте. Куда будем падать? В центр куда-нибудь. Ну, я считаю, что надо падать. Ну, центр, наверное, вот здесь будет. Или на фабрику давайте падать. Фабрика, кстати, скоро будет. Наверное, уже прыгать надо. Я не особо знаю, как тут падать. Но, наверное, я рановато все-таки выпрыгнул. Можно было чуть-чуть попозже, скорее всего. Ну, ладно. Ничего страшного. Здесь я не понял, эта тренировка здесь игроки будут или тут одни боты. Ну, кто-то падает, но, наверное, боты. Не знаю. Так, а есть ли на крыше лут, кстати? Давайте проверим. А, вижу, что-то есть. Смотрите, что-то вижу, что-то блестит вот здесь. А, здесь как бы не крыша уже. Крыша вот там осталась. Ну, там на крыше ничего не было. Так, ладно, собирай, 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 собирай. Где там пушка какая? Так, я от первого лица, конечно, люблю. Ну, как есть, так есть. Блин, что-то автобег какой-то включается. Постоянно. Раньше такого не было. Так, а если я спрыгну, я не умру здесь? Это как в Call of Duty. Я полечу там с парашютом, не? Ого, я здоровье потерял. Ничего себе. В Call of Duty там сразу... Ну, там невозможно терять здоровье. Ты просто слетаешь вниз на специальном, типа, парашюте. Ой-ой-ой-ой. Это был реальный игрок. А я просто настолько... У него шесть здоровья. Я настолько расслабился. Я думаю, ну, наверное, бот еще мне стрелять прицельно. А он меня убил. Подождите, мне дали еще попытку, потому что это, типа, почему? Не понял. Это потому что тренировка? Или это новый режим какой-то? Не понял. Ну ладно, давайте еще оружие возьмем и найдем этого чувака. Правильно я им говорю. Давайте. Ну, где оружие, может быть? Ну, давайте вот в эту коморку какую-то. А, вот тут есть что-то. Подождите. Вот здесь. Вот я вижу. Ну, я рад, что здесь реальный игрок был. А то ж мне не интересно с ботами. Так, защита. Прям вообще все взял. Правда, у меня пистолет дурацкий. Так, куда он мог убежать, как вы думаете? Он был на центре. Побежал наверх? Я не вижу никого. А что это он сидит? Короче, он усел, лут брал или что? И все. И я его убил. Походу, что-то случилось. Может, он с игры вышел просто? Не знаю, что было. Ладно, убил его. Что дальше? О, тачка есть. Погнали. Поехали сейчас ко всем игрокам в центр. Быстро умрем. Или всех убьем быстренько. Как получится, так получится. Ничего не обещаю. Так, а что у нас по карте, мне скажите? Куда мы едем, где мы? Ага. Наверное, надо сюда ехать в центр теперь. О, что-то выпало. О, вы видели? Лут выпал прямо передо мной. Как повезло мне. Ну-ка. Я сейчас первый заберу его. По мне кто-то стрелял, но мне пофиг. Так, я въехал. Че ты стреляешь, чувачок? А как лут взять? Какой кнопкой лут? Алло. А, я уже взял его. Какая тачка прикольная у меня. Мне нравится. О, впереди чувачок. Либо бот, либо чувак бежит. Смотрите. Задавим его или нет? А можно камеру мне по-другому? Я ничего не вижу. Так, это был бот, да? Так, а как выйти? Я не понял. Вот он. Кнопка, блин, неудобная. А, ну да. Я почти задавил. У него здоровье было. Одно. Одно здоровье. Лечим себя. Смотрим по сторонам. Никого нету. Ну и можно заканчивать, на самом деле. Я думал, меня уже убьют. Ну, меня убили. Мне дали вторую попытку почему-то. Ну, видимо, первый игрок. Ну, новый игрок я. Наверное, новый аккаунт, типа, гостевой я создал. Поэтому думают, что я нубас. Ну, тоже бот. Смотрите, как он передвигается туда-сюда. Он еще жив. Он еще жив. А вот, теперь уже все. Тройное убийство, нам говорят. Тройное убийство, это хорошо. А вот еще один бот появился. Блин, как они умирают быстро. У меня граната есть. Надо как-то гранату кинуть. Посмотреть, как она работает в этой игре. Так, что тут еще? Кто-то будет? Кто еще живой? Смотрим. Ну, никого нету. Ладно, все. Free Fire поиграли. Я думаю, никого там не осталось больше. Долго искать просто. Дальше. Давай вниз крутим. Закрываю глаза. Значит, пятый ряд. Вторая игра. Раз, два, три, четыре, пять. Вторая игра. Мороженщик. Какой? Третий. Третий мороженщик. Все мгновенно. Так, что написано? Да. Работаю. Так, так, так. Плей. Начинаем. Это вторая часть. Он начинается сразу быстренько. Там вставочка буквально полсекундочки. Декабрь 82-го. Дружбаны. Вот они все дружбаны. Тут, оказывается, девочка есть. Но я сказал, что это четыре парня. Но потом, когда мы играем, понимаем, что там лис есть. Довольно плотненькая девочка. Но это девочка. Так, ну что? Ну что? Что тут надо сделать? Тут надо одеялко. Вот тут вот. Вот так нажать. Взять вот бланкет. Что переводится как одеяло. Открыть окошко. Увидишь, что тут происходит. Спуститься вниз. Потусить с мороженщиком. И идти в следующую игру. Буквально пару минут. И идем дальше. Следующую игру искать. Ну потому что, что тут я успею за пять минут. Я просто показываю для тех, кто... Ну, никогда... Есть люди, которые никогда не играли в мороженщиков. Они такие смотрят это видео. Блин. Можно скачать, да. Можно поиграть. Игра прикольная. Я вот про нее не слышал. Вот видите, у меня все увидите. Поэтому подписывайтесь. Много интересных игр у нас. Ну, если нравится. Лойс с вас. А с меня новый ролик. Все просто. Поставьте лайк. Поставьте лайк. Не стесняйся. Поставь лайк. Вот. Надо нам подобрать, значит, здесь он карта. У него выпало с кармана. Если мы первый раз играем, мы это увидим, этот момент. У мороженщика она выпадает. Здесь можно на тачку запрыгивать. Кстати, я, по-моему, на андроиде играл. Он быстрее бегал. Ну, наш персонаж быстрее бегал. Ну, еще он ничего не сделает. Можно хоть здесь бесконечно стоять. На город полюбоваться. Посмотреть, сколько домиков. Наш домик. Вот он. Двухэтажный такой. Это гараж. О, кстати. Прикол. Я даже не знал. Он, короче, нас увидел. И потом пошел в гараж куда-то. Только первый раз у меня. Дальше мы можем сюда вот дверьку открыть. Вот сюда нажать. Если у нас есть эта карта. Нажать сюда. Карта поставится. И теперь мы можем куда-то поехать. Куда поедем? Ну, давайте в кинцо поедем. Синема. Поехали. Едем в кино. В кино не простое, а под открытой крышей. Под открытым небом, вернее. Под открытым небом. И там, знаете, как звук слушается? Кто не знал. Это радио настраивается на определенную волну. И по этой волне, типа как радио, идет звук. И вы смотрите картинку, типа, в закрытой машине. Можно зимой даже. Не открывая окна. Ну, главное, чтобы у вас ловило хорошо вот радио. Надеюсь, там помех нету. Я особо ни разу не был в таком кинотеатре. Надо как-то один раз съездить. Будет прикольный опыт, я считаю. Съездить, посмотреть. Да. Мне, кстати, захотелось. Надо посмотреть, где у нас есть. Надо съездить. Хе-хе-хе. Но если зимой холодно, да. То есть, надо мотор не глушить. Ну, что-то подогрев машины был. Печка работала. Поэтому зимой машина будет постоянно работать. Два часа, пока вы фильмы смотрите. То есть, такое дело, что машине плохо будет. Ну, бензин тратится, там, мотор работает постоянно. То есть, для машины ничего хорошего нет, что она не едет на месте, стоит и работает, так сказать. Но это машина, она и должна работать, я считаю. Так. Значит, мы приехали в кинотеатр. Вот он. Тут, кстати, что-то показывается. Я в прошлый раз приезжал. Здесь на экране была какая-то ошибка. И ничего не было. А это с какой-то части Айскрима, по-моему. Но это не с этой, наверное. Тут очень красиво, кстати, нарисовано. Дверь какая-то, какой-то проход. Но это, скорее всего, с этой игры. Это не с фильма какого-то. Он за мной бежит. А у него есть тут офис, кстати. Если вот мы сейчас убежим от него. Ну, то очень медленно бегает в этой игре наш чувачок. Мне кажется, он должен бегать быстрее. Я, может быть, что-то не понимаю. Какую-то кнопку нажать. Ну, с такой скоростью играть надо же смех просто. У него офис чуть дальше. Это я так просто шел. Ну, ладно, лови меня. Все, пойдем следующую игру выбирать. Значит, подождите. Глаза пока рано закрывать мне. Все, закрываем. Давайте пальчиком отсюда. Что это у нас? Fashion Friend. Короче, привет. Hello Kitty Fashion Friend. Будем сейчас модненько одевать нашу Hello Kitty. Самые крутые наряды. Платье там, что-то переодевать. В общем, для девочек игра сама. Не знаю, мальчикам нравится такое или нет. Я в это не играл, когда был мелким. Мне такое не нравилось. Сейчас, может быть, мальчики другие. И вам, наоборот, больше мальчикам такое нравится. А девочки, наоборот, с машинками играются. Я не знаю. Времена меняются. Так, Лондон, Берлин. Берлин. Давайте Берлин. 50 монет. Это, наверное, приз, если я пройду. Типа показ моды в Берлине у нас, да? Идет время, и нам надо будет подбирать наряд, наверное, да? Так. Так, квадратное. Это не знаю, что это. Так, очки. Очков у меня нету. Не смог подобрать я все. Так. Квадратного у меня ничего нет. Очки можно подобрать. Так. Тут просто очень странная игра, если честно. Я не понимаю, как ее делали. Она очень странно выглядит. То есть, видите, там что-то крутится слева, и нам надо что-то подобрать более-менее похожее под то, что там нам показывают. Ну, то, что мы считаем нужным. И тут половина просто не подходит, или наугад надо как-то нажимать. Я не знаю, как это работает. Но, видите, одну звезду мы заработали. Может быть, просто случайно все нажимать? Я особо разницы не вижу, если мы случайно все нажимать будем смотреть. Мы тоже проходим все. То есть, что думать и нажимать, что так, я все равно три звезды получил. Я не знаю, как надо играть, чтобы одну звезду получить. Может быть, только начало такое. дальше сложность повысится и нельзя будет так но я просто дну случайно нажимал и и выиграл так сказать ничего не делая ну короче можно попробовать сейчас давайте еще раз случайно жму все подряд ими опять три звезды то тут тогда это получается эта игра вообще не знаю что можно сказать мне теперь можно переодеть и и посмотреть как она выглядит вот такие наряды джинсы красные что они кем с эти сумочка прикольная мне нравится тут хеллоу китти то кстати хеллоу ките брэн довольно дорогой насколько я знаю но он японский вроде как и очень много игр что-то по хеллоу китти не з STRIDE дети любят этот бренд или что почему-то так много раньше столько не было игр от счет последнее время появился очень много игр влады nikki вышла и хеллоу китти очень много игр раньше их не было прям вообще не было не знаю чем связано может быть они готовят детей жутиpai вырастут и будут покупать хеллоу китти так сказать и за счет игр так сказать воспитывают прививают вкус детям, не знаю, не знаю. Ты раньше такого не замечал, что столько игр по одной, по Hello Kitty выходил. Это же лицензия нужна, чтобы выпустить. Это же неофициальные игры, это берут компании, они их разрабатывают с нуля. Просто, ну, где тут Hello Kitty, почти ее нет. Ну, купили какой-то свитер, вот теперь будем одевать так. Ну, вот такая вот тема тут. Даже не знаю, что показывать. Давайте дальше, следующую игру. Закрываем, а, подождите, а, все, закрываем, крутим и вот сюда. Heyday, это у нас ферма. Heyday. Ферма от создателей таких игр, как какая-то игра, у нее название какое-то незапоминающееся. Ну, короче, есть еще одна игра. У меня тут сохранение есть в облаке. Confirm. Надо написать, чтобы подтвердить, что сохранение, это удалится и возьмется новое. Ну, я, типа, самое новое взял. Ну, вот у нас, типа, тут мы добываем. Добываем. Здесь у нас выращивается. Ну, все, что хотите, завыращивается. То есть, тут может пшеница быть, кукуруза и так далее. Здесь у нас будет доска заказов. Нажимаем на нее и какие-то заказы выполняем. Ну, например, вот на заказ надо будет одно яйцо поставить, четыре штуки пшеницы. Не хватает. Значит, пшеницы не хватает. Берем, садим пшеницу. Все. Здесь, кстати, пшеницу нельзя садить. Нужно, как бы, ее покупать, еще семена как-то. Я не знаю, почему так сделали, но это неудобно. Хлебушек вот здесь выращиваем. Здесь курочек можем тоже яйца собирать. Вот три яйца собрал. И снова кормить их. Так, здесь у нас тоже мы здесь готовим корм для наших курочек. Задание одно выполнить мы можем. Не, не можем. У нас теперь нету, не хватает. Мы же только что посадили пшеницу, и теперь нам не хватает. Здесь амбар у нас, получается, хранилище. Вот все, что у нас есть. Видите, тут динамит какой-то может быть, лопата и так далее. Игра очень плавная, видите, ну, совсем не тормозит. Очень оптимизировано, хорошо, чтобы на любых старых телефонах бабушка могла поиграть и прочее. Ну, не только бабушка. Здесь есть рынок какой-то. Дальше это все откроет седьмого уровня и так далее. Там будет много всего. Здесь все это застраивать можно будет. Камни эти убирать, вот эти деревья вырубать. И у нас, получается, территория увеличиваться будет. Но игра очень плохая. На фоне... У нее, знаете, какой конкурент есть? Игра называется Township. Я про нее много раз рассказывал. Она в 10 раз, извините, в 20, интереснее, чем эта игра. И когда есть Township, в эту игру вообще не хочется играть. Ну, это ерунда полная. Здесь ничего нет. Ни музыки хорошей, ничего. Ни атмосферы, графика устаревшая. Ну, единственное, что игра не тормозит. Все, все, что я могу сказать. Больше здесь ничего интересного я не нашел. Вот такая игра выпала. Ну, все, идем дальше. Мне она не нравится, нечего показывать. Идем дальше. Крутим. Давайте четвертая строка, первая игра. Раз, два, три, четыре. Опять Hello Kitty. Сегодня день Hello Kitty у нас, походу. Вот она игра. Давайте смотреть, что тут за игра. Вертикальная у нас на этот раз игра. Что тут у нас? Какой день рождения у нас? Я 64-го года рождения. Хорошо. Play now. Так, это туториал. Это у нас обучение. Что делать надо? Подождите, что делать? Move paddle left and right. А, это такая игра? Собирать яблоки, да? Типа пинбол. Ну, окей. 10 яблок надо собрать. 7... А, вернее, не собрать, а просто сбросить их. Не обязательно подбирать даже. Ну, давайте еще сколько осталось. Одно яблочко. Последнее, десятое. Теперь надо молиться, чтобы туда попал шарик. Потому что, когда последний остается, всегда очень трудно попасть. Иногда можно там долбиться, долбиться. Но сейчас повезло, конечно. Я помню, в пинбол играл реально старый, старый давно. И был уровень у меня. Я не мог один пиксель там. Не получалось. А что не начинается игра? А что сделать-то надо? А, что-то нажать как-то новое. До этого нажимал, ничего не работало. Ну что, давайте здесь у нас... А, здесь пять яблок надо всего. Их много, но надо хотя бы пять. Десять уже сбил. Сколько сбил, столько сбил. 12. 13. 14. 15. А, это 15. 15? Нет, 15. А, время отдается. Просто ограничено. Ограничение по времени. А я, кстати, все сейчас соберу. Последний остался. Последний яблочко. Хорошо. Ну, такая вот игра. Не знаю, что тут. Дальше играем. Еще показывать что-то про нее. Второй уровень. Наверное, вся игра такая. Яблоки собирать и все. Но я не знаю, кто в это играть будет. Тут какие-то еще штучки. Снизу кто-то появился. А, это типа улучшение у нас. Или что это? Что-то нажал я. А, вот два шарика теперь стало. Я понял. Типа бонусы. Но их лучше, конечно, не расходовать вначале. Первый уровень легкий. Лучше скопить их. В конце игры будет что-нибудь, ну, обязательно сложное. И тогда использовать их. Кстати, шарик об шарик не может удариться. Они насквозь, по-моему, пролетают. Вот как я увидел. Ну, вот такая игра. Hello Kitty. Что тут очередная? Hello Kitty. Что-то сегодня выпадают одни? Hello Kitty. Ну, все, ниже их не будет. Я сейчас вниз буду крутить. Точно не выпадет. Все, закрыл глаза. Давайте смотреть, какая же игра мне выпадет. Веники, беники. Вы ели вареники вот здесь. Лимбо, ребята. Лимбо. Это платная игра. Это очень страшная игра. Ну, когда я впервые играл, довольно страшная. Такая атмосферная. Я в наушниках играл. Я очень давно на компе играл, по-моему. Да, лет 10 назад. Она очень давно вышла. Здесь, короче, непонятно, что делать. Непонятно, какое управление. Ничего не написано было, когда я играл. Вот просто вот начинается экран. Сейчас видите? И ничего не видно. Все темно. Вы что-то видите на экране? Сейчас, оказывается, какой-то мальчик встанет. И куда-то надо бежать. Ни управление, ничего. Непонятно, что делать было. Впервые, когда я играл. Ну, я на клавиатуре с мышкой играл. Здесь, наверное, кнопки какие-то будут, не? Будут кнопки в этой игре? Сейчас он встанет. Может, появится управление. Не знаю. Просто не играл тут. Ну. Не, ничего. Просто... Подождите, а как управление? А, надо свайпать. Видите, вы свайпаете. Свайп право и держите, и он бежит. Я понял. Ну, давайте направо побежим. Вот, я в нее играл, вообще не понимал, что делать. Такая интересная, загадочная игра была. Непонятно было. Я ее, кстати, прошел. Она проходится за часов 5, на самом деле. Если прям, ну, стараться. А может 6, не помню. Там в конце какая-то ерунда начинается. А как тут прыгать? А, вот так. Окей, я тоже так умирал первый раз, когда в нее играл. Так, давайте вторая попытка. Здесь... А, подождите, а я уже это был? Я? Тут надо просто прыгнуть, вот... А, здесь не надо, наверное, прыгнуть. Надо просто слезть, походу. Я, на самом деле, не помню, как тут что-то делать надо. Сейчас, секундочку. Здесь, по-моему, вот так. Нет. Подождите, а как проходить-то ее? Вроде легкая игра. А что делать? А назад можно подняться? Ну-ка, ну-ка, сейчас. Не, назад нельзя. А, может быть, присесть надо? Тут просто управление такое, что непонятно. Ну, давайте, последняя попытка. Я не знаю, что делать. Ну, присесть можно ему? Не, он даже никак не садится. Чувак, а что делать-то? А, вот, все. А, нет. Туда как будто что-то кинуть надо. Типа назад вернуться и что-то взять и кинуть туда, не знаю. Я не помню. Я это проходил 10 лет назад. И... Ой, что это? Подождите. Не знаю, как это... Бонус какой-то или что это было? Не знаю. Тут либо палку какую-то взять, кинуть туда, лишь что у меня других вариантов нет. А, ну, может быть, распрыг и вот так вот бежать. Смотрите. Вот я бегу. Но все равно, мне кажется, он фигово прыгает. А, можно прыгнуть. Оказывается, надо просто правильно прыгнуть. Вот и все. С разбега. Ну, такая вот игрулика. Ладно, давайте последнюю еще выберу. Уже сегодня раз такой выпуск. Много Hello Kitty. Было еще одну игру. Пятая строка. Первая игра. Раз, два, три, четыре, пять. Омном пазл. По-моему, я в нее играл, не? А, не, не играл. Так, что делать? Омном заледенел. Помогите. А что делать? А, солнышко сделать. Это же пазл, точно. Так и что? Я как бы пододвинул одно облако. А другой не двигается. Что? Как проходить? Давайте еще раз. Че? Тут, наверное, глюк. А, во. Каким-то образом тапнул, сработало. Ну, это ужасное управление просто в игре. Так. Сделай так, чтобы он исчез. Он исчез? Нет, он не исчез. Хорошо. Чтобы он исчез, что можно сделать? Убрать его за экран? Да, так и получилось. Окей, до этого я додумался. Где оранжевый? Оранж. Апельсин, что ли? Тут надо, наверное, краску, наверное, сдвинуть. Вот так сделать. Или он станет оранжевым? Я не понимаю. А, вот, стал оранжевый. Все. Я понял. А зачем тут Омном тогда? Сколько бананов здесь? Раз, банан, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять за Омном. Десять. Ну-ка, может, еще где-то один заболелся. Все правильно. Окей. Move one match to fix it. Так, нужно одну спичку передвинуть, чтобы все получилось. Так. Семь. Пять минус... Пять минус семь равно минус два. Ну, так не получится. А, эти нельзя двигать. Так. Девять минус семь равно два. Вот как надо было. Ну, какая-то такая вот игрулька попалась у нас последняя. Ну что ж, спасибо, что смотрели. Вот такие были игры. Какие-то интересные, какие-то нет. Ну, вот, все, что выпало, то играл. В следующем выпуске будут интересные игры, которые я лично выбираю, которые мне нравятся. И я хочу вам показать. Так что, следующий выпуск будет мега интересный. Подпишись, поставь лайк и приходи на мой канал завтра. Всем пока. Увидимся. Не скучать. Подпишись, не ленись. Лайк поставь и вернись. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok